глава 3 совместно используемые сборки и сборки со строгим именем в главе 2 рассказано о компоновке упаковки и развертывание сборок при этом основное внимание уделено закрытому развертыванию private deployment при котором сборки предназначенные исключительно для одного приложения помещают базовый каталог приложения или в его подкаталог закрытое развертывание сборки дает компаниям больше большие возможности в плане управления именованием версиями и особенностями работы сбора в этой главе внимание сосредоточено на создании сбора которые могут совместно использоваться несколькими приложениями замечательный пример глобально развертываемых сборок это сборки поставляемые вместе с microsoft.net framework поскольку почти все управляемые приложения используют типы определенные microsoft библиотеки классов.net framework класс library как уже было отмечено в главе 2 операционная система windows получила репутацию нестабильной и главным образом из того что для создания и тестирования приложения приходится использовать чужой код в конце концов любое приложение для windows которое вы пишете вызывает код созданный разработчиками microsoft более того самый самые разные компании производят элементы управления которые разработчики затем встраивают свои приложения фактически такой подход стимулирует сам сама платформа .net framework со временем вероятно число производителей элементов управления возрастет время стоит на месте как и разработчики из microsoft как и сторонние производить производители элементов управления они устраняют ошибки добавляет свой код новые возможности и т.п. в конечном счете на жесткий диск пользовательского компьютера выпадает новый код в результате давно установленная и прекрасно работающая пользовательская приложение начинает задействовать уже не тот код с которым оно создавалось и тестировалось и поведение такого приложения становится непредсказуемым что в свою очередь негативно влияет на стабильность windows решить проблему управления версиями файлов через вычаянно трудно на самом деле я готов спорить что если взять любой файл и изменить в нем значение одного единственного бита с нуля на единицу или наоборот то никто не сможет гарантировать что программа использовавшие исходную версию этого файла будет работать с новой версией файла как ни в чем не бывало это утверждение верно хотя бы потому что множество программ случайно или преднамеренно учитывает ошибки других программ если в более поздней версии когда исправляется какая-либо ошибка то использующее его приложение начинает работать непредсказуемо итак вопрос следующем как устраняю ошибки и добавляю программам новые функции гарантировать что эти изменения не нарушат работу других приложений я долго думал над этим и пришел к выводу это просто невозможно но очевидно такой ответ не устроит никого поскольку поставить поставляемых файлах всегда будут ошибки разработчики а разработчики всегда будут содержимы желанием добавить новые функции должен все же быть способ распространения новых файлов позволяющий надеяться что любое приложение после обновления продолжит замечательно работать а если нет то позволяющий легко вернуть приложение в последнее состояние в котором она прекрасно работала в этой главе рассказано об интер инфраструктуре dotnet framework призванной решить проблему управление версиями позвольте сразу предупредить речь идет о сложных материях нам придется рассмотреть массу алгоритм правил и политики встроенных в общая языковую исполняемую среду силы помимо этого управлять упомянуты многие инструменты и утериты которыми приходится пользоваться разработчику все это достаточно сложно поскольку я уже сказал проблема управления версиями не просто сама по себе и тоже можно сказать подход о подходах к ее решению два вида сборок два вида развертывания среда CLR поддерживает два вида сборок с нестрогими именами weekly named assemblies и со строгими именами strongly named assemblies внимание вы никогда не встретите термин сборка с нестрогим именем в документации по dotnet framework почему потому что я сам ее его придумал в действительности в документации нет термина для обозначения сборки у которой отсутствует строгое имя я решил обозначить такие сборки специальным термином чтобы потом можно было недвусмысленно сказать о каких сборках идет речь сборки со строгими и не строгими именами идентичны по структуре то есть в них используется файловый формат PE portable executable заголовок PE32+, CLR заголовок метаданные таблицы манифеста а также илкод рассмотренные в главе 1 и 2 оба типа сборок компонуются при помощи одних и тех же инструментов например компилятор c-sharp или all.exe в действительности сборки со строгими и не строгими именами отличаются тем что первые подписаны при помощи пары ключей уникальный уникально идентифицирующий издателя сборки эта пара ключей позволяет уникально идентифицировать сборку обеспечивать ее безопасность управлять ее версиями а также развертывать в любом месте пользовательского жесткого диска или даже в интернете возможность уникально идентифицировать сборку позволяет CLR при попытке привязки приложения к сборке со строгим именем применить определенные политики которые гарантируют безопасность эта глава посвящена разъяснению сущности сборок со строгим именем и политик применяемых к ним со стороны CLR развертывание сборки может быть закрытым или глобальным сборку первого типа развертывают в базовом каталоге приложения или в одном из его подкаталогов для сборки с нестрогим именем возможно лишь закрытое развертывание о сборках с закрытым развертыванием речь шла в главе 2 сборку с глобальным развертыванием устанавливают в каком-либо общеизвестном каталоге который CLR проверяет при поиске сборок такие сборки можно развертывать как закрыто так и глобально в этой главе объяснено как создают и развертывают сборки со строгим именем сведения о типах сборок и способах их развертывания представлены в таблице 3.1 тип сборки сборки с нестрогим именем закрытое развертывание да глобальное развертывание нет тип сборки со строгим именем закрытое развертывание да глобальное развертывание да примечание настоятельно рекомендую назначать сборки строгие имена Вполне вероятно, что будущие версии CLR потребуют, чтобы все сборки получали строгие имена, а сборки с нестрогими именами останутся вне закона. Проблема с нестрогими сборками в том, что можно создать несколько разных сборок с одним нестрогим именем. В то же время присвоение строгого имени позволяет уникально идентифицировать ее. Если среда CLR сможет уникально идентифицировать сборку, она будет в состоянии применить больших политик, связанных с управлением версиями и обратной совместимостью. По большому счету, устранение возможности создавать сборки с нестрогими именами упрощает понимание политики управления версиями CLR. Назначение сборки строгого имени. Если планируется предоставить доступ к сборке нескольким приложениям, ее следует поместить в общеизвестный каталог, который среда CLR должна автоматически проверять, обнаружив ссылку на сборку. Однако с этим связана проблема. Возможен вариант, когда две или больше компаний сделают сборки с одинаковыми именами. Тогда, если обе эти сборки будут скопированы в один, общеизвестный каталог победит последний из них. А работа приложений, использовавших первую, нарушится. Ведь первая при копировании заменяется вторая. Это и является причиной ада DLL в современных системах Windows. Все библиотеки DLL копируются в папку System32. Очевидно, одного имени и файла мало, чтобы различать две сборки. Среда CLR должна поддерживать некий механизм, позволяющий уникально идентифицировать сборку. Именно для этого и служат строгие имена. В сборке со строгим именем четыре атрибута, уникально ее идентифицирующих. Имя файла без расширения, номер версии, идентификатор регионального стандарта и открытый ключ. Поскольку открытый ключ представляет собой очень большие числа, вместо последнего атрибута используется небольшой хэш открытого ключа, который называют маркером открытого ключа Public Key Token. Следующие четыре строки, которые иногда называют отображаемым именем сборки, Assembly, Display Name, идентифицируют совершенно разные файлы сборки. MyTypes, Version, Culture, Natural, Public Key Token, и вот они. Тут одинаковые версии, разные. Тут другой токен. Первая строка идентифицирует файл сборки MyTypes.exe или MyTypes.dl. На самом деле по строке идентификации нельзя узнать расширение файла сборки. Компания производительно назначила сборки номер версии. В ней нет компонентов, зависимых от региональных стандартов, так как атрибут Culture определен как Neutral. Но сделать сборку MyTypes.dl или MyTypes.exe с номером версии 1.08123.0 и нейтральными региональными стандартами может любая компания. Должен быть способ отличить сборку созданную этой компанией от сборки других компаний, которым случайно были назначены те же атрибуты. И в силу ряда причин компания Microsoft предпочла другим способом идентификации при помощи GUID, URL и URAIN. Стандартные криптографические технологии, основанные на паре из закрытого и открытого ключа. В частности, криптографические технологии позволяют проверять целостность данной сборки при установке ее на жесткий диск, а также ставят права доступа к сборке в зависимости от ее издателя. Все эти методики обсуждаются далее. Итак, компания, желающая снабдить свои сборки уникальной меткой, должна получить пару ключей открытый и закрытый, после чего открытый ключ можно будет связать со сборкой. У всех компаний будет разная пара ключей, поэтому они смогут создавать сборки с одинаковыми именами, версиями и оригинальными стандартами, не опасаясь возможного возникновения конфликтов. Примечание. Вспомогательный класс систем Reflection Assembly Name позволяет легко генерировать имя для сборки, а также получать отдельные части имени сборки. Он поддерживает ряд открытых экземплярных свойств. и предоставляет открытые экземплярные методы, такие как getPublicKey, getPublicKeyToken, setPublicKey и setPublicKeyToken. В главе 2 я продемонстрировал механизм названия имени файлов сборки и применения номера версии идентификатора региональных стандартов. В сборке с нестрогим именем атрибуты номера версии и региональных стандартов могут быть включены в метаданные манифеста. Однако в этом случае CLR всегда игнорирует номер версии, а при поиске сопутствующих сборок используется лишь идентификатор региональных стандартов. Поскольку сборки с нестрогими именами всегда развертываются в закрытом режиме, для поиска файла сборки базового каталога приложения или в одном из его подкаталогов указанном атрибутом PrivatPath конфигурационного XML файла CLR просто берет имя сборки, добавляя к нему расширение DLA или EXI. Кроме имени файла у сборки со строгим именем есть номер версии и идентификатор региональных стандартов. Кроме того, она подписана при помощи закрытого ключа издателя. Первый этап создания такой сборки – получение ключа при помощи утилиты StrongName SM.exe, поставляемого в составе .NET Framework ZDK и Microsoft Visual Studio. Эта утилита поддерживает множество функций, которыми пользуются, задавая в командной строке соответствующие параметры. Заметьте, все параметры командной строки SN.exe соответствительны к регистру. Чтобы сгенерировать пару ключей, выполните следующую команду – SN-KMyCompany.snk. Эта команда заставит SN.exe создать файл MyCompany.snk, содержащий открытые и закрытые ключи в двоичном формате. Число, образующее открытый ключ, очень велики. При необходимости после создания этого файла можно использовать SN.exe, чтобы увидеть открытый ключ. Для этого нужно выполнить SN.exe дважды, сначала с параметром p-p, чтобы создать файл, содержащий только открытый ключ. А затем требуется выполнить SN.exe с параметра-tp и указать файл, содержащий открытый ключ. На своем компьютере я получил следующий результат. Вместе с тем невозможно заставить SN.exe аналогичным образом отобразить закрытый ключ. Большой размер открытых ключей затрудняет работу с ними, чтобы облечить жизнь разработчику и конечному пользователю, были созданы маркеры открытого ключа. Маркеры открытого ключа это 64-разрядный хэш открытого ключа. Если вызвать утилиту SN.exe с параметром p-p, то после значения ключа она выводит соответствующий маркер открытого ключа. Теперь мы знаем, как создать криптографическую пару ключей и получение сборки со строгим именем. При компиляции сборки необходимо задать компилятору параметр keyfile имя файла csc keyfile mycompany.snk.programs.cs Обнаружив в исходном тексте этот параметр, компилятор открывает заданный файл mycompany.snk, подписывает сборку с закрытым ключом и встраивает открытый ключ в манифест сборки. Заметьте, подписывается лишь файл сборки, содержащий манифест. Другие файлы сборки нельзя подписать явно. В Visual Studio новая пара ключей создается в окне свойств проекта. Для этого вы перейдите на вкладку sign, установите флажок sign the assembly, а затем в поле со списком choose a strong name keyfile выберите вариант new и т.д. Слово подписание файла означает здесь следующее. При компоновке сборки со строгим именем в таблицу методанных манифестов file.dev заносится список всех файлов, составляющих эту сборку. Каждый раз, когда к манифесту добавляется имя файла, рассчитывается хэш содержимого этого файла и полученное значение сохраняется вместе с именем файла в таблицу file.dev. Можно заменить алгоритм расчета хэш, используемый по умолчанию, вызвав al.exe с параметром alg.id, или задав на уровне сборки следующий атрибут, определяемый пользователем. System Reflection Assembly Algoritm Attribute. По умолчанию для расчета хэша используется алгоритм SHA-1, возможностей которого должно хватить практически для любого приложения. После компоновки PE-файла с манифестом рассчитывается хэш всего содержимого этого файла, за исключением подписи Centicode Signature, строгого имени сборки и контрольной суммы заголовка PE. Как показано рисункой 3.1, для этой операции применяется алгоритм SHA-1, здесь его нельзя заменить никаким другим, значение хэша подписывается закрытым ключом издателя, полученная в результате цифровая подказь RSA, заносится в зарезервированный раздел PE-файла. При расчете хэша PE-файла этот раздел исключается, и в CLR в заголовке PE-файла записывается адрес, по которому встроенная цифровая подпись находится в файле. Колкулос DLV, IL, метаданные, декларация, файлы сборки, DW, экспортируемые типы, открытый ключ, встроен, обстраивается в PE-файл, открытый ключ, заголовок CLR, цифровая подпись RSA. Расчет хэша PE-файла, хэш, подписание закрытым ключом, цифровая подпись RSA, встраивается в PE-файл. В этот PE-файл также встраивается открытый ключ издателя. Он записывается в таблицу AssemblyDev, метаданных манифеста, комбинации имени файла, версии сборки региональных стандартов и значения открытого ключа, составляя строгое имя сборки, которое гарантированно является уникальным. Ни одна компания и ни при каких обстоятельствах не сможет создать две одинаковые сборки, скажем, с именем Calculus, с той же парой ключей. Теперь сборка и все ее файлы готовы к упаковке и распространению. Как отмечено в главе 2, при компиляции исходного текста компилятор обнаруживает все типы и члены, на которые ссылается исходный текст. Также компилятору необходимо указать все сборки, на которые ссылаются данные сборка. В случае компилятора C-Sharp для этого применяется параметр Reference. Задача компилятора входит в генерации таблицы метаданных AssemblyRev и размещение ее в результирующем управляемом модуле. Каждая запись таблицы метаданных AssemblyRev описывает файл сборки, на которую ссылается данная сборка, и состоит из имени файла сборки, без расширения номера версии регионального стандарта и значения открытого ключа. Внимание! Поскольку значение открытого ключа велико, в том случае, когда сборка ссылается на множество других сборок, значения открытых ключей могут заменять значительную часть результирующего файла. Для экономии места в компании Microsoft рассчитывают хэш открытого ключа и берут последние 8 байт полученного хэша. В таблице AssemblyRev на самом деле хранятся именно такие усеченные значения открытого ключа, маркеры открытого ключа. В общем случае, разработчики и конечные пользователи намного чаще встречаются с маркерами, чем с полными значениями ключа. Вместе с тем, нужно иметь в виду, что среда CLR никогда не использует маркеры открытого ключа в процессе принятия решений, касающихся безопасности или доверия, потому что одному маркеру может соответствовать несколько открытых ключей. Далее, приведены метаданные таблицы AssemblyRev, полученные средствами для файла jftypes.dl, обсуждая обсуждавшегося в главе 2. AssemblyRev, token.ct, publica.token, b7.7a.5c.56.19 и т.д. Name, ну и все. Из этих сведений видно, что файл jftypes.dl ссылается на тип, расположенный в сборке со следующим атрибутом. Только token получается, версия еще. mscorelib, version 4.0.0, cultural natural, publica.token, b7.7a.5c.19 и т.д. К сожалению, в utility ил.дазм.тк.exe используется термин локали, хотя на самом деле там должно быть слово culture. Ага, вот, локали нул. Понятно. Взглянув на содержимое таблицы метаданных AssemblyDevFile.jftypes.dl, мы увидим следующее. AssemblyTokenName, jftypes, publica, hash-алгоритм, версия, мажор-версия, минор-версия, build-number, revision-number, local-flux. Это эквивалентно следующей строчке. jftypes, version 3.0.0, cultural-natural, publica.token, 0. Ну, то есть, сегодня publica пустой. Есть открытый ключ, не определен, поскольку сборка jftypes.dl создана на его главе 2, не было подписано открытым ключом и, следовательно, является сборкой с нестрогим именем. Если бы я создал файл с ключами при помощи утилиты sn.exe, а затем скомпилировал сборку с параметра ok-файл, то получилась бы подписанная сборка. Если посмотреть метаданные, полученные таким образом сборки при помощи утилиты il-doesn.exe, в соответствующей записи таблицы AssemblyDev, обнаружится заполненное поле publica.j. Говорящее о том, что эта сборка со строгим именем. Кстати, запись таблицы AssemblyDev всегда хранит полное значение открытого ключа, а не его маркер. Полный открытый ключ гарантирует целостность файла. Позже я объясню принцип, лежащий в основе устойчивости к несанкционированной модификации сборок со строгим именем. Глобальный кэш сборок. Теперь мы умеем создавать сборки со строгим именем. Пора узнать, как развертывать такие сборки, как CLR использует метаданные для поиска и загрузки сборки. Если сборка предназначена для совместного использования несколькими приложениями, ее нужно поместить в общеизвестный каталог, который среда CLR должна автоматически проверять, обнаружив ссылку на сборку. Место, где располагаются совместно используемые мои сборки, называют глобальным кэшем сборок. Global Assembly Cache. ГАДС. Обычно это каталог C-Windows Ассамблей. Предполагается, что система Windows останавливана в каталог C-Windows. ГАДС обладает особой структурой и содержит множество вложенных каталогов, именно которых генерируется по определенным алгоритмам. Ни в коем случае не следует скопировать файлы сборок в ГАДС вручную. Вместо этого надо использовать инструменты, созданные специально для этой цели. Эти инструменты знают внутреннюю структуру ГАДС и умеют генерировать надлежащие имена под каталогов. В период разработки и тестирования сборок со строгими именами для установки их в каталог ГАДС чаще всего применяется инструмент GADS-Util.exe, запущенный без параметров, он отобразит следующее сведение. Microsoft.net Global Assembly Cache Utility Версия Квирайт Microsoft Corporation All-Write Свердит Usage Util Команд Option Команд И Assembly Path Install Assembly To The Global Assembly Cache You Install On Assembly To The Global Assembly Cache You Uninstall You Uninstall L This Global Assembly Cache To The Global Assembly Cache The DL Deletes The content of the download cache Not-Develop This The content of the download cache Display Details To The Help Screen Option R Specifies A Traced Референция к инсталу. Первый же инсталл от ассамблей. Нолого. Супреческий дисплей Вызов утилиту gouts.util.exe с параметром i. Можно установить сборку в каталог GATS. А если задать параметр u, сборка будет удалена из GATS. Обратите внимание, что сборку с нестрогим именем нельзя поместить в GATS. Если передать gouts.util.exe в файл сборки с нестрогим именем, утилита выдает следующее сообщение об ошибке. Ошибка добавления сборки в кэш. Попытка установить сборку без строгого имени. Failure adding assembly to the cache attempted to install an assembly without a strong name. Примечания. По умолчанию манипуляции с каталогом GATS могут осуществлять лишь члены группы Windows Administrators, администраторы или Power Users, опытные пользователи. GATS.util.exe не сможет установить или удалить сборку, если вызвавший утилиту пользователя не входит в эту группу. Параметр i. Утилиты gouts.util.exe очень удобен для разработчика во время тестирования. Однако при использовании GATS.util.exe для развертывания сборки в рабочей среде рекомендуется применять параметр r в дополнение к i при установке i.u при удалении сборки. Параметр r обеспечивает интеграцию сборки с механизмом установки и удаления программ Windows. В сущности, утилита, вызванная с этим параметром, сообщает системе, для какого приложения требуется эта сборка и связывает ее с ним. Примечание. Если сборка со строгим именем упакована в CAP-файл или сжата иным способом, то прежде чем устанавливать файл сборки в каталог GATS, при помощи утилиты gouts.util.exe следует распаковать его во временной файл, который нужно удалить после установки сборки. Утилита gouts.util.exe не входит в состав свободно распространяемого пакета Net Framework, предназначенного для конечного пользователя. Если в приложении есть сборки, которые должны развертываться в каталоге GATS, используйте программу Windows Installer MSI, так как это единственный инструмент, способный установить сборки в GATS и гарантированно присутствующий на машине конечного пользователя. Глобальное развертывание сборки путем размещения в каталоге GATS это один из видов регистрации сборки в системе. Хотя это никак не затрагивает регистр Windows, установка сбора в GATS делает невозможным простые установки копирования, восстановления, переноса и удаления приложения. По этой причине рекомендуется избегать глобального развертывания и использовать закрытое развертывание сборок всюду, где это только возможно. Зачем регистрировать сборку в каталоге GATS? Представьте себе, что две компании сделали каждую свою сборку Calculus, состоящую из единственного файла Calculus.dll. Очевидно, эти файлы нельзя записывать в один каталог, поскольку файл, копируемый последним, перезапишет первый и тем самым нарушит работу какого-нибудь приложения. Если для установки GATS использует специальный инструмент, он создаст в каталоге C-Windows Ассамблей отдельные папки для каждой из этих сборок и скопирует каждую сборку в свою папку. Обычно пользователи не просматривают структуру каталогов GATS, поэтому для вас она не имеет реального значения. Довольно того, что структура каталога GATS известна CLR и инструментом, работающим с GATS. Компоновка сборки, ссылающаяся на сборку со строгим именем. Какую бы сборку вы не компоновали, в результате всегда получается сборка, ссылающаяся на другую сборку со строгим именем. Это утверждение верно хотя бы потому, что класс SystemObject определен в MS CoreLib.dll в сборке со строгим именем. Однако велика вероятность того, что сборка также будет ссылаться на типы из других сборок со строгими именами, изданными Microsoft сторонними разработчиками, либо созданными в вашей организации. В главе 2 показано, как использовать компилятор CSC.exe с параметром Reference для определения сборки, на которую должна ссылаться компонуемая сборка. Если вместе с именем файла задать полный путь к нему, CSC.exe загрузит указанный файл и использует его метаданные для компоновки сборки. Как отмечено в главе 2, если заданное имя файла без указания пути CSC.exe пытается найти нужную сборку в следующих каталогах, посматривая их в том порядке, в каком они здесь приводятся. Рабочий каталог, каталог где находится файл CSC.exe, этот каталог также содержит дебилог библиотеку CLR. Каталоги заданы параметром командной строки lib при вызове CSC.exe каталог, указанный в переменной окружении lib. Таким образом, чтобы скомпоновать сборку, ссылающуюся на файл-систем-drawing.dl, в разработке Microsoft при вызове CSC.exe можно задать параметр Reference System Driving.dl. Компилятор проверит перечисленные каталоги и обнаружит файл-систем-drawing.dl в одном каталоге с файлом среды CLR, который сам использует для создания сборки. Однако, несмотря на то, что при компиляции сборки находится в этом каталоге, во время выполнения эта сборка загружается из другого каталога. Во время установки .NET Framework, все файлы сборок, созданные в Microsoft, устанавливаются в двух экземплярах. Один набор файлов заносится в один каталог CLR, а другой в каталог GATS. Файлы в каталоге CLR облегчают компоновку пользовательских сборок, а их копии в GATS предназначены для загрузки во время выполнения. Утерица CSC.exe не ищет нужные для компоновки сборки в GATS, чтобы вам не пришлось задавать громоздкие пути к файлам сборки. CSC.exe также позволяет задавать сборки при помощи не менее длинной, на чуть более изящной строчке вида System Driving, Version, Cultural Natural, Public KToken. Оба способа столь неуклюжие, что было решено предпочесть им установку на пользовательский жесткий диск двух копий файлов сборок. При компоновке сборки иногда требуется сослаться на другую сборку. Существующую в двух версиях X86 и X64. К счастью, под каталоги каталога GATS могут хранить версии X86 и X84 одной сборки. Но поскольку у этих сборок одно имя, их нельзя разместить в одном каталоге CLR. Но это и не важно. При установке TTFM в версии X86 и X64 или IA64 сборок устанавливаются в каталоге CLR. При компоновке сборки можно ссылаться на любую версию ранее установленных файлов, так как все версии содержат одинаковые метаданные и различаются только кодом. Во время выполнения нужная версия сборки будет загружена из каталога GATS32 или GATSJ54. Далее в этой главе показано, как время выполнения CLR определяет, откуда загружать сборку. Устойчивость сборки со строгим именем к несанкционированной модификации. Подписание файла с закрытым ключом гарантирует, что именно держатель соответствующего открытого ключа является производителем сборки. При установке сборки GATS система рассчитывает хэш содержимого файла с манифестом и сравнивает полученное значение с цифровой подпиской RSA, встроенной в FPE-файл. После извлечения подписи с помощью открытого ключа, идентичность значения означает, что содержимое файла не было модифицировано, а также то, что открытый ключ подписи соответствует закрытому ключу издателя. Кроме того, система рассчитывает хэш содержимого других файлов сборки и сравнивает полученные значения с таковыми из таблицы манифеста FileDev. Если хоть одно из значений не совпадает, значит хотя бы один из файлов сборки был модифицирован и установка сборки, в которой GATS окончится неудачей. Внимание! Этот механизм гарантирует лишь неприкосновенность содержимого файла. Подлинность издателя он гарантирует только если вы совершенно уверены, что обладаете открытым ключом, созданным издателем, и закрытый ключ издателя не был скомпрометирован. Если издатель желает связать со сборкой свои идентификационные данные, он должен дополнительно воспользоваться технологией Microsoft OSINT Code. Когда приложение требуется привязка к сборке, на которую оно ссылается CLR, использует для поиска этой сборки GATS и ее свойства имя версии, региональные стандарты и открытый ключ. Если нужная сборка обнаруживается, возвращается путь к каталогу, в котором она находится, и загружается файл с ее манифестом. Такой механизм поиска сборок гарантирует вызывающей стороне, что во время выполнения будет загружена сборка издателя, создавшего ту сборку, с которой компилировалась программа. Такая гарантия возможна благодаря соответствию маркера открытого ключа, хранящегося в таблице ассамблей F, ссылающейся сборке открытому ключу из таблицы ассамблей F, сборке на которую ссылаются. Если вызываемой сборки нет в GATS, CLR сначала ищет ее в базовом каталоге приложения, затем проверяет все закрытые пути, указанные в конфигурационном файле приложения. Потом, если приложение установлено при помощи MSI, CLR просит MSI найти нужную сборку. Если ни в одном из этих вариантов сборок не находится, привязка заканчивается неудачей и генерируется исключение систем .io . Примечание. Когда сборка со строгим именем загружается из каталога GATS, система гарантирует, что файлы, содержащие манифест, устойчивые к несанкционированной модификации, эта проверка происходит только один раз. На этапе установки для улучшения производительности среда CLR не проверяет, были ли файлы не санкционированы, модифицированы и загружает их в домен приложения с полными правами. В то же время, когда сборка со строгим именем загружается не из каталога GATS, среда CLR проверяет файл манифеста сборки, дабы удостовериться в том, что он устойчив к несанкционированной модификации, занимает дополнительное время для проверки каждый раз во время загрузки этого файла. При загрузке сборки со строгим именем не из GATS, а из другого каталога, каталога приложения или каталога заданного значения элемента codebase в конфигурационном файле, CLR проверяет ее хэш. Иначе говоря, в данном случае расчет хэша для файла выполняется при каждом запуске приложения, хотя при этом несколько снижается быстродействие, без таких мер нельзя гарантировать, что содержимое сборки не подверглось несанкционированной модификации. Обнаружив во время выполнения несоответствия значения хэша, CLR генерирует исключение System.io File Load Exception. Отложенное подписание. Ранее в этой главе обсуждался способ получения криптографической пары ключей при помощи утилиты SNX. Этого утилита генерирует ключ, вызывая функции предоставленного Microsoft криптографического API интерфейса под названием Crypto API. Полученные в результате ключи могут сохраняться в файлах на любых запоминающих устройствах. Например, в крупных организациях вроде Microsoft генерируемые закрытые ключи хранятся на аппаратных устройствах в сейфах. Здесь несколько человек из штата компании имеют доступ к закрытым ключам. Эти меры предосторожности предотвращают компрометацию закрытого ключа и обеспечивают его целостность. Но открытый ключ естественно общедоступен и распространяется свободно. Подготовившись к компоновке сборки со строгим именем, надо подписать ее с закрытым ключом. Однако при разработке и тестировании сборки очень неудобно то и дело доставать закрытый ключ, который хранится за семью печатями. Поэтому .NET Framework поддерживает отложенное Delayed Signings или частичное Partial Signings Подписание. Отложенное Подписание позволяет компоновать сборку с открытым ключом компании, не требуя закрытого ключа. Открытый ключ дает возможность встраивать в записи таблицы НСМРФ сборки, ссылающиеся на вашу сборку, получать правильное значение открытого ключа, а также корректно размещать эти сборки во внутренней структуре ГАЗ. Не подписывая файл с закрытым ключом, вы полностью лишаетесь защиты от несанкционированной модификации, так как при этом не рассчитывается хэш, сборки и цифровая подпись не включается в файл. Однако на данном этапе это не проблема, поскольку подписанию сборки вкладывается лишь на время ее разработки, готовая к упаковке и развертыванию сборка, подписывается с закрытым ключом. Обычно открытый ключ компании получают в виде файла и передают его утилитами в компонующую сборку. Как уже отмечалось в этой главе, чтобы извлечь открытый ключ из файла, содержащего пару ключей, можно вызвать утилиту SineAxis с параметром TRP, также указать в компонующей в программе сборку, подписание которой будет сложено, то есть ту, что будет скомпонована без закрытого ключа. В компиляторе C-Sharp для этого служит параметр DelaySign. В Visual Studio в окне свойств проекта нужно перейти на вкладку Sign и установить флажок DelaySignOnly. При использовании утилиты ALT.EXE необходимо задать параметры DisplaySign. Обнаружив, что в подписании сборки укладывается на компилятор или утилита ALT.EXE генерирует таблицы метаданной сборки ассамблитив запись с открытым ключом сборки. Как обычно, наличие открытого ключа позволяет разместить эту сборку в CAD, а также создавать другие сборки, ссылающиеся на нее при этом в записи в таблице метаданных ассамблитив будет верное значение открытого ключа. При компоновке сборки в результирующем PE файле остается место для цифровой подписи RSA. Компонующая утилита определяет размер необходимого свободного места, исходя из размера открытого ключа. Кстати, и на этот раз хэш файла не рассчитывается. На этом этапе результирующая сборка не имеет действительной цифровой подписи. Попытка установить такой сборки в CAD окончится неудачей, так как хэш содержимого файла не был рассчитан, что создает видимость повреждения файла. Для того, чтобы установить такую сборку в CAD, нужно запретить системе проверку целостности файлов сборки, вызов ателлитвы sn.exe с параметром командной строки . Вызов sn.exe с таким параметром также вынуждает CLR пропустить проверку значения хэша для всех файлов сборки при ее загрузке во время выполнения. С точки зрения внутренних механизмов системы параметра утилиты sn.exe обеспечивает размещение индификационной информации сборки в разделе реестра хоккей, локал машин, софтвары, microsoft, стронгнейм, верификацион. Внимание! При использовании любой утилиты, имеющей доступ к реестру, необходимо убедиться в том, что для 64-разрядной платформы используется соответствующая 64-разрядная утилита. По значению утилита по 32-разрядную платформу x86 установлена в каталоге c program files x86 Microsoft ctk s Windows v7a 0a bin netflix netflix 4.0 netflix tools утилита x64 x64 окончательно протестированную сборку надо официально подписать, чтобы сделать возможным имей ее упаковку и развертывание. Чтобы подписать сборку, снова вызовите утилиту sn.exe, но на этот раз с параметром минус большая r ну, тире, тире большая r. указав имя файла, содержащего настоящий закрытый ключ. параметр тире r заставляет sn.exe рассчитать хэш содержимого файла, подписать его закрытым ключом и встроить цифровую подпись rsa зарегистрированное свободное место. После этого подписанная по всем правилам сборка готова к развертыванию. Можно также отменить проверку сборки вызовов sn.exe с параметром tira v u или vx. Полная последовательность действий по созданию сборки с отложенным подписанием выглядит следующим образом. Во время разработки сборки следует получить файл, содержащий лишь открытый ключ компании и добавить строку компиляции в сборке параметры keyfile dev delasing csc keyfile mycompany .publickey delasing my assembly .cs После компоновки сборки надо выполнить показанную далее команду чтобы получить возможность тестирования этой сборки установки ее в каталог ГАЦ и компоновки других сборок ссылающихся на нее. Эту команду достаточно исполнить лишь раз. Не нужно делать это при каждом компоновке сборки. sn.exe .exe 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 .ar myassembly.dl mycompany приводки для тестирования сборки в реальных условиях чтобы снова включить проверку выполнение следующим выполните выполнить следующий команда essentially myassembly.dl в начале раздела говорилось о хранении ключей организации на аппаратных носителях например на смарт-картах для того чтобы обеспечить безопасность ключей необходимо следить чтобы они никогда не записывались на диск в виде файлов криптографические провайдеры cryptographic service provider cps операционной системы предоставляют конкрет контейнерные контейнеры позволяющие абстрагироваться от физического места хранения ключей например microsoft использует cps csp провайдер который при обращении к контейнеру считывает закрытый ключ со смарт-карты если пара ключей хранится в csp контейнере необходимо использовать другие параметры при обращении к утерицу csc.exe.alexie.senexie при компиляции csc.exe вместо keyfile нужно задействовать параметр keycontainer при компании компоновки alexie параметр keyname вместо keyfile а при вызове synexe для добавления закрытого ключа к сборке подписания которого было отложено параметр keyre вместо r sn.exe поддерживает дополнительные параметры для работы с csp внимание откладывать откладывать подписание удобно когда необходимо выполнить какие-либо действия над сборкой до ее развертывания например может понадобиться применить к сборке защитные утилиты модифицирующие до неузнаваемости код после подписания сборки это сделать уже не удастся так как хэш станет недействительным так что если после компоновки сборки нужно ее защитить от декомпиляции или выполнить надо на дне и другие действия надо применить методику отложенного подписания в конце нужно запустить утилиту snx с параметром keyre или re чтобы завершить подписание сборки и рассчитать все необходимые их значения закрытые развертывание сбора со строгими именами установка сбора каталог газ дает несколько преимуществ газ позволяет нескольким приложениям совместно использовать сборки сокращая в целом количество обращений к физической памяти кроме того при помощи газ легче развертывать новую версию сборки и заставить все приложения использовать новую версию сборки посредством реализации политики издателя смотреть далее газ также обеспечивает совместное управление несколькими версиями сборки однако газ обычно находится под защитой механизмов безопасности поэтому устанавливать сборки в газ может только администратор кроме того установка сборки в газ делает невозможным развертывание сборки простым копированием хотя сборки со строгими именами могут устанавливаться в газ это вовсе не обязательно в действительности рекомендуется развертывать сборки в газ только если они предназначены для совместного использования несколькими приложениями если сборка не предназначена для этого следует развертывать ее закрыто это позволяет сохранить возможность установки путем простран простого копирования и лучше изолирует приложение с его сборками кроме того газ не задуман как замена каталога c windows системы 32 в качестве общей помойки для хранения общих файлов это позволяет избежать затирания одних сборок другими путем установки их в разные каталоги но отъедает дополнительное место на диске примечание на самом деле элемент кодбейс конфигурационного файла создает url-адрес который может ссылаться на любой каталог пользовательского ржавского диска или на адрес в в случае веб-адреса clr автоматически загрузит указанный файл сохранить его кэше загрузки на пользовательском ржавском диске логи c документный сэнтинг с юзернейм локал сэнтинг с капотажем датна ассамблей и юзернейм имя отчетного записи пользователя вошедшего в систему в дальнейшем при ссылке на эту сборку clr сверит метку времени локального файла и файла по указанному url-адресу если последний новый новее clr загрузит файл только раз это сделано для повышения производительности пример конфигурационного файла с элементом codebase будет продемонстрирован позже помимо развертывания в guts или закрытого развертывания сборки со строгими именами можно развертывать в пользователь произвольном каталоге известном лишь небольшой группе приложений допустим вы создали три приложения совместно использующие одну и ту же сборку со строгим именем после установки можно создать по одному каталогу для каждого приложения и дополнительный каталог для совместно используемой сборки при установке приложения в каталоге также записывается конфигурационный xml файл в элементе codebase для совместно используемой сборки заносится путь к ней в результате при выполнении clr будет знать что совместно используемую сборку надо искать в каталоге содержащие сборку со строгим именем обратите внимание что эту методику применяют довольно редко и в силу ряда причин рекомендуют дело в том что в таком сценарии ни одно отдельно взятое приложение не в состоянии определить когда именно нужно удалить файлы совместно используемой сборки как исполняющая среда разрешает ссылки на типы в начале главы 2 вы видели следующий исходный текст public.seoled класс программ public static void main static консоль white line high в результате компиляции и компоновки этого кода получалась сборка на примере программа при запуске приложения происходит загрузка и инициализация clr затем clr за ним сканирует clr за голову сборки в поисках атрибутом method dev token дефицирующего метод main предоставляющий точку входа в приложение clr находит в таблице методанных метод dev смещение по которому в файле находится илкод этого метода и компилирует его машинный код процессора при помощи джид компилятора этот процесс включает в себя проверку безопасности типов в компилируемом коде после чего начинается исполнение полученного машинного кода далее показан илкод метода main чтобы получить его я запустил илдазм экси выбрал в меню view команду show bytes и дважды щелкнул на методе main в просмотра method public hd basic static white main сил менеджер всегда 001 entry point method begins out of value good size max tag 8 ил 00 10 из 2 lg3 high ил 005 call void mscore lip system console right line string heal 00a red into the метод программа во время джид компиляции этот код этого кода CELR обнаруживает все ссылки на типы и члены и загружает сборки в которых они определены если они еще не загружены как видите показанный код содержит ссылку на метод системы консоли write line команда команда call ссылается на маркер метод данных 0 00003 Этот маркер идентифицирует запись в три таблицы метаданных MemberDev, таблица 0A. Просматривая эту запись, CLR видит, что одно из ее полей ссылается на элемент таблицы TypeRef, описывающий тип систем консоля. Запись таблицы TypeRef направляет CLR к следующей записи в таблице АСМДРФ. Какой сложный процесс. MS CoreLib version 2.0.0.0. CallShow Natural Public Key Token. На этом этапе CLR уже знает, какая сборка нужна, и ей остается лишь найти и загрузить эту сборку. При разрешении ссылки на тип CLR может найти нужный тип в одном из следующих мест. В том же файле обращение к типу, расположенному в том же файле, определяется при компиляции. Данный процесс надо называть ранним связыванием. Этот тип загружается прямо из этого файла и исполнение продолжается. В другом файле той же сборки, исполняющая среда проверяет, что файл, на который ссылается и описан в таблице FileRef в манифесте текущей сборки. При этом исполняющая среда ищет его. В каталоге, откуда был загружен файл, содержащий манифест сборки, файл загружается, проверяется его хэш, чтобы гарантировать его целостность. Затем CLR находит в нем нужный член типа, и исполнение продолжается. В файле другой сборки, когда тип, на который ссылается, находится в файле другой сборки, исполняющая среда, загружает файл с манифестом этой сборки. Если в файле с манифестом необходимый тип, типа нет, загружается соответствующий файл. CLR находит в нем нужный член типа, и исполнение продолжается. Примечание. Таблицы метаданных модел DEV, модел REV и файл DEV ссылаются на файлы по имени и расширению. Однако таблица метаданных основе REV ссылается на сборки только по имени, без расширения. Во время привязки к сборке, система автоматически добавляет к имени файла расширение DW или EXE, пытаясь найти файл путем проверки каталога по алгоритму, описанному в главе 2. Если во время разрешения ссылки на тип возникают ошибки, не удается найти или загрузить файл, не совпадает значение хешить.tp, не выжится соответствующее исключение. Примечание. При желании можно зарегистрировать в вашем коде методы обратного вызова с событиями из system.app.domain.assembly.resolve, reflection.online.only.assembly.resolve и system.app.domain.type.resolve. В методах обратного вызова вы можете выполнить программный код, который решает эту проблему и позволяет приложению выполняться без выбрасывания исключений. В предыдущем примере среда CLR обнаруживала, что тип систем консоли реализован в файле другой сборки. CLR должна найти эту сборку и загрузить PE-файл, содержащий ее манифест. После этого манифест сканируется в поисках сведений о PE-файле, в котором реализован искомый тип. Если необходимый тип содержится в том же файле, что и манифест, все замечательно. А если в другом файле, то CLR загружает этот файл и просматривает его метаданные в поисках нужного типа. После этого CLR создает свою внутреннюю структуру данных для представления типа. Иджит-компилятор завершает компиляцию метода main. В завершение процесса начинается исполнение метода main. Иллюстрация рисунок 3.2 иллюстрирует процесс привязки к типам. Весь, к сожалению, не помещается. Илл ссылается на член, на тип, на какой тип указывает запись type.ref. Ассамбляя рефтип находится в другом файле другой сборки. Модуль рефтип находится в другом файле данной сборки. На какую сборку указывается запись ассамбляя реф. Сборка со строгим именем, искать сборку в GUTS, затем в APBase, сборка с нестрогими именем, искать сборку в APBase. Загрузить файл с декларацией, на что указывает запись в таблице exportedtypes.ref. Тип находится в файле с декларацией. Создать внутреннюю структуру данных для представления типа. Тип отсутствует файл с декларацией. Загрузить файл. Создать внутреннюю структуру данных для представления типа. Тут проверить таблицу модуль реф и загрузить соответствующий файл. В модуль рефтип находится в этом же файле данной сборки. Рисунки 2, блок схемы, алгоритмы, поиска метаданных, используемых CLR, файл сборки, идея, определен тип или метод, на который справится илкод. Обратите внимание на то, что если какая-либо операция заканчивается неудачей, то выбрасывается соответствующее исключение. Внимание, строго говоря, приведенный пример не является стопроцентно верным. Для ссылок на методы и типы определенные сборки, поставляемые в составе .NET Framework, все сказано верно. Однако сборки .NET Framework, в том числе mscorelib.dl, тесно связаны с работающей версией CLR. Любая сборка, ссылающаяся на сборку .NET Framework, всегда привязывается к соответствующей версии CLR. Этот процесс называется унификацией, и Microsoft его поддерживает, потому что в этой компании все сборки .NET Framework тестируются по вполне определенной версии CLR. Поэтому унификация стека, когда кода гарантирует корректную работу приложения. В предыдущем примере ссылка на метод write-line объекта SystemConsole привязывается к любой версии mscorelib.dl, совпадающей с CLR, независимо от того, на какую версию mscorelib.dl, ссылается в таблицу, ассамблей, реф, метаданах сборки. Есть еще один нюанс. CLR идентифицирует все сборки по имени версии, региональному стандарту и открытому ключу. Однако GATS различает сборки по имени версии, региональному стандарту, открытому ключу и процессорной архитектуре. При поиске сборки в GATS среда CLR выясняет, в каком процессе выполняется приложение 32-х разрядом x86, возможно с использованием технологии VOV64 64-х разрядом x64 или 64-х разрядом IA64. Сначала выполняется поиск сборки в GATS с учетом процессорной архитектуры. В случае неудачи происходит поиск сборки без учета процессорной архитектуры. Из этого раздела мы узнали, как CLR ищет сборки, когда действует политика, предполагаемая по умолчанию. Однако администратор или издатель сборки может заменить эту политику. Способу изменения политики привязки CLR по умолчанию посвящены следующие два раздела. Примечание. CLR поддерживает возможность перемещения типа класса структуры, перечисляемого типа интерфейса или делегата из одной сборки в другой. Например, в .NET 3.5 класс систем TimeZoneInfo определен в сборке систем Core.DLV. Но в .NET 4 компания Microsoft переместила этот класс сборки MS Core.Lib.DLV. В стандартной ситуации перемещение типа из одной сборки в другую нарушает работу приложения. Однако CLR предлагает воспользоваться атрибутом System.Time.CompileServices. TypeForwardedToAttribute, который применяется в ограниченной сборке, например, System.Core.DLV. Параметр, который необходимо указать в System.Type, он показывает новый тип. Он будет определен в MS.Core.Lib.DLV, который теперь должен использовать приложение. С того момента, как конструктор TypeForwardedToAttribute принимает этот тип, содержащий его сборка будет зависеть от сборки, в которой он определен. Если вы воспользуетесь этим преимуществом, нужно также применить атрибут System.Runtime.Compiler.Service. TypeForwardedToAttribute в новой сборке указать конструктору атрибута полное имя сборки, которая служит для определения типа. Этот атрибут обычно используется для инструментальных средств, утилит и сериализации. Как только конструктор TypeForwardedToAttribute получает строку с этим именем. Сборка, содержащая этот атрибут, становится независимой от сборки определяющий тип. Заморочились. Так, давайте я вот это перенесем. И сломаем половину приложения, которые раньше работали. Прикольно. Дополнительные административные средства. Конфигурационный файл. В разделе «Простое средство администрирования». Конфигурационный файл. Глава 2. Мы кратко познакомились со способами изменения администратором алгоритма поиска и привязки к сборкам используемого CLR. В том же разделе я показал, как перемещать файлы сборки, на которые ссылаются в подкатолог базового каталога приложения и как CLR использует конфигурационный XML файл приложения для поиска перемещения файлов. Поскольку в главе 2 нам удалось обсудить лишь атрибут «Приватпасс» элементов «Prodding», здесь мы рассмотрим остальные элементы конфигурационного XML файла. «adimnore», «configuration», «menttime», «assembly», «bin» «プродпасс», «aux» файл «bin», «subdir», «depended assembly», «identity» «name», «geftypes», «пublic-key token», «culture-natural», «приватпасс», «oute» «зан endless» цветов, «vale», «create», « Esper», «fix», «vex», «fix», «vex», «fix», «vex», «vex», «h» «vex», «fix», «fix», «rex», «fix», 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 «e0», «fix» «fix», 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 «fix» «fix», 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 «bex», «fix» «fix», «fix», «fix base version, href тут ссылочка, dependent assembly, dependent assembly, the identity name, type lib, public key token, binding, direct, old version, new version, public, publisher, police, no, и закрывается всегда, элемент Продинг определяет поиск в подкаталоге auxfile.bin.subdir, расположенный в базовом каталоге приложения при попытке найти сборку с нестрогим именем. Сборки со строгим именем силыр ищет в GATS или по URL-адресу, указанному элементом database. Продинг, приват, pass, auxfile, bin, subdir. Первый набор элементов dependent assembly, assembly identity и binding direct. При попытке найти сборки в RedType с номерами версии 3.0.0 по 3.5, включительно и нейтральными региональными стандартами, изданные организацией, владеющие открытым ключом с маркером, система вместо этого будет искать аналогичную сборку, но с номером версии 4.0.0. Элемент codebase при попытке найти сборку GATS с номером версии 2.0.0 и нейтральными региональными стандартами, изданной организацией, владеющей открытым ключом с маркером 32AB и т.д. Система будет пытаться выполнить привязку по адресу, заданному URL.htp. ВВВВ в intel.com в intel.com jeftypes.dl. Хотя я и не говорил об этом в главе 2.0.0. Элемент codebase можно применять и к сборкам с нестрогими именами. При этом номер версии сборки игнорируется, и его следует опустить при определении элемента codebase.url. Адрес, заданный элементом codebase, также должен ссылаться на подкаталог базового каталога приложения. Второй набор элементов Dependent Assembly, Assembly Identity и Bending or Direct, подменяет искомую сборку при попытке найти сборку jeftypes с номером версии 1.0.0.0 И нейтральными региональными стандартами, изданную организацией, владеющей открытым ключом с маркером 32AB и т.д. Система будет искать аналогичную сборку, но с номером версии 2.0. Элемент Publisher Policy. Если организация-производитель сборки Type-Lib развернула файл политики издателя, описание этого файла SM в следующем разделе, среда CLR должна игнорировать этот файл. При компиляции метода CLR определяет тип и члены, на которые он ссылается. Используя эти данные, исполняющая среда определяет путем просмотра таблицы Assembly Reef, вызывающей сборки, на какую сборку исходно ссылалась вызывающая сборка во время комплиновки. Затем CLR ищет сведения о сборке в конфигурационном файле приложения и следует любым изменениям номера версии, заданным в этом файле. Если значение атрибута Apply элемента Publisher Policy равно Yes или отсутствует CLR, проверяет наличие в ГАЗ новой сборки версии и применяет все направления, которые счел необходимым указать издатель сборки. О политике издателя рассказывается в следующем разделе. Далее CLR ищет именно эту сборку версию, наконец просматривает сборку версии в файле machine.config и применяет все указанные в нем перенаправления к другим версиям. На этом этапе CLR определяет номер версии сборки, которую она должна загрузить и пытается загрузить соответствующую сборку из ГАЗ. Если сборки в ГАЗ нет, а элемент CodeBase не определен, CLR пытается найти сборку, как описано в главе 2. Если конфигурационный файл, задающий последнее изменение номера версии, содержит элемент CodeBase, CLR пытается загрузить сборку с URL-адреса, заданного этим элементом. Эти конфигурационные файлы обеспечивают администратору настоящий контроль над решениями, применяемыми CLR относительно загрузки той или иной сборки. Если в приложении обнаруживается ошибка, администратор может связаться с издателем сборки, содержащей ошибку, после чего издатель пришлет новую сборку. По умолчанию среда CLR не может загрузить новую сборку, потому что уже существующая сборка не ссылается на новую версию. Однако администратор может заставить CLR загрузить новую сборку, модифицировав конфигурационный XML-файл приложения. Если администратор хочет, чтобы все сборки, установленные на компьютере, использовали новую версию, то вместо конфигурационного файла приложения он может модифицировать файл motion.config для данного компьютера. CLR будет загружать новую версию сборки при каждой ссылке из приложения на старую версию. Если в новой версии старая ошибка неисправлена, администратор может удалить из конфигурационного файла строки, определяющие использование этой сборки, и приложение станет работать как раньше. Важно, что система позволяет использовать сборку в версии, которая отличается от версии, описанной в метаданах. Такая дополнительная гибкость очень удобна. Управление версиями при помощи политики издателя. В ситуации, описанной в предыдущем разделе, издатель сборки просто присылал новую версию сборки администратору, который восстанавливал сборку вручную, вносил изменения в конфигурационный файл машины или приложение. Вообще, после того, как издатель исправил ошибку в сборке, ему нужен простой способ упаковки и распространения новой сборки всем пользователям. Кроме того, нужно как-то заставить среду CLR каждого пользователя задействовать новую версию сборки вместо старой. Естественно, каждый пользователь может сам изменить конфигурационный XML файл на своих машинах, но это ужасно неудобно, да и чревато ошибками. Издателю нужен подход, который позволил бы ему создавать свою политику и установить ее на пользовательский компьютер с новой сборкой. В этом разделе показано, как издатель сборки может создать подобную политику. Допустим, вы издатель, только что создавший новую версию своей сборки, в которой исправлено несколько ошибок управляя, упаковывая новую сборку для рассылки пользователям, надо создать конфигурационный XML файл. Он очень похож на те, что мы обсуждали раньше. Вот пример конфигурационного файла jeftypes-config для сборки jeftype.lv. Конечно, издатель может определять политику только для своих сборок. Кроме того, показаны здесь элементы, единственные, которые можно задать в конфигурационном файле политики издателя. Например, в конфигурационном файле политики нельзя задавать элементы prodding и publisher policy. Этот конфигурационный файл заставляет CLR при каждой ссылке на версию 1.0 в сборке jeftypes загружать вместо нее версию 2.0. Теперь вы, как издатель, можете создать сборку, содержащую конфигурационный файл политики издателя. Для создания сборки с политикой издателя вызывается утилита alt.exe со следующим параметром. alt.exe out policy 1.0 jeftypes.lv version 1.0.0. kfile mycompany.case link resource jeftypes.config. Смысл параметров командной строки для alt.exe следующий. Параметр out приказывает alt.exe создать новый pfile с именем policy 1.0 jeftypes.lv version 1.0. в котором нет ничего, кроме манифеста. Имя этой сборки имеет очень большое значение. Первая часть имеет policy. Сообщает CLR, что сборка содержит информационную политику издателя. Вторая и третья часть имени 1.0 сообщает CLR, что эта политика издателя предназначена для любой версии сборки jeftypes, у которой старший и младший номер версии равны 1.0. Политики издателя применяются только к старшему и младшему номеру версии сборки. Нельзя создать политику издателя для отдельных компоновок или редакции сборки. Четвертая часть имени jeftypes указывает имя сборки, которая соответствует политикой издателя. Пятая и последняя часть имени DLV – это просто решение, данное результирующему файлу сборки. Параметр version идентифицирует версию сборки с политикой издателя, который не имеет ничего общего с версией самой сборки. Как видите, версиями сборок, содержащих политику издателя, тоже можно управлять. Сейчас издателю нужно создать политику, перенаправляющую CLR от версии 1.0.0 сборки jeftypes к версии 2.0.0. В будущем может потребоваться политика перенаправления от версии 1 сборки jeftypes к версии 2.5.0.0. Использует номер версии, заданный этим параметром, чтобы выбрать самую последнюю версию сборки с политикой издателя. Параметр k-file заставляет Алексея подписать сборку с политикой издателя при помощи пары ключей, принадлежащих издателю. Эта пара ключей также должна совпадать с парой, использованной для подписания всех версий сборки jeftypes. В конце концов, именно это совпадение позволяет CLR установить, что сборка jeftypes и файл с политикой издателя для этой сборки созданы одним издателем. Параметр linker-resource заставляет alt.exe считать конфигурационный xml файл отдельным файлом сборки. При этом в результате компоновки получается сборка из двух файлов. Оба следует упаковывать и развертывать на пользовательских компьютерах с новой версией сборки jeftypes. Между прочим, конфигурационный xml файл нельзя встраивать в сборку, вызвав alt.exe с параметром md-resources. И создавать таким образом сборку, состоящую из одного файла, так как CLR требует, чтобы сведения о конфигурации в формате xml размещались в отдельном файле. Сборку, скомпонованную с политикой издателя, можно упаковать с файлом новой версии сборки jeftypes.dll и передать пользователям. Сборка с политикой издателя должна устанавливаться в ГАДС. Саму сборку jeftypes можно установить в ГАДС, но это не обязательно. Ее можно развернуть в базовом каталоге приложения или в другом каталоге, заданном в URL-адресе из элемента кодбейс. Внимание! Издатель должен создавать сборку со своей политикой лишь для развертывания исправленной версии сборки или пакетов исправления для нее. Установка нового приложения не должна требовать сборки с политикой издателя. И последнее. О политике издателя. Допустим, издатель распространил сборку с политикой издателя, но в новой сборке почему-то оказалось больше новых ошибок, чем исправлено старых. В этом случае администратору необходимо, чтобы CLR игнорировал сборку с политикой издателя. Для этого он может отредактировать конфигурационный файл приложения, добавив в него элемент Publish.Share.Policy. Play.no. Этот элемент можно разместить в конфигурационный файл приложения, как потомок элемента Assembly.Binding. В этом случае он применяется ко всем его сборкам, а в качестве потомка элемента Dependence Assembly к отдельной сборке. Обрабатывая конфигурационный файл приложения, CLR видит, что не следует искать газ-сборку с политикой издателя и продолжает работать с более старой версией сборки. Однако, замечу, что CLR все равно проверяет и применяет любую политику, заданную в файле machine.config. Внимание! Использование сборки с политикой издателя позволяет издателю заявить о совместимости разных версий сборки. Если новая версия не совместима с более ранней версией, издатель не должен создавать сборку с политикой издателя. Вообще, следует использовать сборки с политикой издателя, если компонуется новая версия с исправлениями ошибок. Новые версии сборки нужно протестировать на обратную совместимость. В то же время, если к сборке добавляются новые функции, следует подумать о том, чтобы отказаться от связи с прежними сборками и от применениями сборки с политикой издателя. В этом случае отпадает необходимость тестирования на обратную совместимость.